Друзья, вы знаете, что совы появились примерно одновременно с котиками? А знаете зачем? Чтобы охотиться на нас. Но мы тоже не лыком шиты, и решили просто залюбить эти два вида до смерти. Ну а если серьёзно, то у нас сегодня в гостях пернатая кошка будущего. Встречайте сипуху – хищную птицу семейства сипуховых, наиболее распространённую в мире птицу из рода сипух. Сипуха была впервые описана в 1769 году тирольским врачом и натуралистом. Вообще-то сипухи – это один из двух родов хищных птиц семейства сипуховых. Верхняя часть тела у них более тёмная, чем нижняя, обычно рыже-бурых тонов. Лицевой диск в форме сердечка, и в отличие от близких им масковых сипух и многих других видов сов, перья в виде ушей у них отсутствуют. Как правило, настоящие сипухи более крупные, чем масковые. А ранние формы сипух были намного крупнее, и некоторые островные виды имели гигантские по сравнению с нынешними размерами. Ареал обитания этих птиц просто огромен. Единственное, что не переносят эти солы – это сильные холода, поэтому они не селятся в северных регионах. В нашей же необъятной родине их можно встретить лишь в Калининградской области. Сипухи совершенно непривередливы к выбору места проживания, только густые заросли не востребованы этими птахами. Пожалуй, это единственное на Земле существо, благодарное человеку за вырубку лесов. Также они без проблем селятся рядом с человеком и даже в некрупных городах. Для этого они выбирают чердаки и заброшенные здания. Часто люди специально строят на чердаках нечто похожее на скворечник. В основном так поступают фермеры в амбарах, чтобы там поселились сипухи и охотились на грызунов. За это они и получили свое второе название – амбарная сова. У этой пташки есть куча особенностей, которые свойственны большинству совообразных. Во-первых, это сверхзрение. Сипуха – это ночной житель, и вся ее основная сипушья жизнь с кровавыми убийствами мышей, птиц и вампиров происходит под покровом тьмы. В связи с этим сипухи полностью утратили цветное зрение за ненадобностью. Из-за таких огромных глаз в черепе сипухи есть даже прикольные костяные наросты. Кстати, если заглянуть сипухе в ухо, то можно увидеть внутреннюю сторону ее глаза. А вот услышать бегающую в травке мышку на расстоянии аж целого километра для них – это запросто. Сама же сипуха летает совершенно бесшумно, потому что перья на ее крыльях полностью оглушат звуки во время полета. Ну и конечно же у сипухи очень красивое и мягкое перенье, и гладить ее также приятно, как и кошечку. Голосок же у пернатых красавиц достаточно сиплый, за что они и имеют свое русскоязычное название – сипуха. Значительная часть рациона сипух – это, понятное дело, грызуны, но также они питаются некрупными птицами и насекомыми. Кстати, когда их завезли на Сейшельские острова, им там полюбилась одна местная птичка, из-за чего популяция этой местной птахи резко начала сокращаться. Отсюда вывод – не надо вмешиваться в законы природы. А еще у сипух два отдела желудка, причем испражняться птицы могут как ртом, так и, ну вы поняли, в первом отделе желудка формируется комочек. Из неперевариваемых остатков добычи – это кости, зубы, шкура и прочие ненужные отходы. И этот комочек не шерсти сипуха, подобно кошке, извергает через рот, в то время как все мягкие ткани идут уже в нормальный отдел желудка для стандартного пищеварения. Сипухи – это моногамные птицы, и пары строят до конца жизни. Однако иногда попадаются и полигамные особи. Самочка откладывает до 8 яиц, а в года богатые провизии может отложить ей больше десятка. Стоит отметить, что сипухи не строят сами гнезда из-за строения когтей, а находят дупло или заброшенные кем-то гнезда. Высиживание яиц длится около месяца, а самка крайне редко покидает гнездо. Все это время провизией ее обеспечивает самец. С появлением потомства самец добывает пищу уже на всю семью. Он приносит добычу в гнездо, а самочка разрывает ее клювом и кормит птенцов. Спустя примерно два месяца птенцы учатся летать, а в возрасте трех месяцев покидают родителей. Любопытно, что семейство может разлететься на многие тысячи километров от дома. Живут сипухи в среднем очень мало, около двух лет. Однако максимально зафиксированный возраст сипухи был 18 лет. Естественные враги у сипух, конечно же, есть. Это, как правило, более крупные хищные птицы. Однако есть у них и заклятые враги, и это вороны. Вороны ненавидят сипух лютой ненавистью. Если стая ворон встретит нашего гостя, то они мигом на нее набросятся. И дело все в том, что сипухи обожают похищать себе на обед маленьких воронят. Но это еще ладно. Из-за клещевидных лап сипухи не способны, как я уже говорила, строить нормальные гнезда. Для решения этой проблемы они просто-напросто устраивают рейдерский захват вороньих гнезд. Ну и по итогу между этими двумя видами возникает постоянная война и адская ненависть. Во многих странах популяция сипухи сокращается. Но на данный момент этому виду ничего не угрожает. Лишь в некоторых странах популяция сократилась катастрофически по непонятным причинам. И там эти птицы занесены в Красную книгу. А как вы думаете, сипуха может заменить кошку? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok